Добрый вечер! По телефону 222-0041 вы можете задать свои вопросы, Александр Николаевич, я их обязательно озвучу. Ну, я посмотрел ваш сайт, первые сообщения о том, что уже вы готовы к вакцинации были в августе, не рановато ли? Нет, это не рановато, потому что мы действительно во второй половине августа уже получили первую партию бесплатной вакцины для взрослого населения. И в течение уже последних двух недель взрослые поликлиники активно начинают прививать население. Уже идут люди? Конечно, люди идут, и на сегодняшний день, вот абсолютно у меня свежие цифры, в городе привито 29 тысяч человек против гриппа. Но мы считаем, что это недостаточно активно. На эту дату? Потому что сейчас начались еще учебный год, организованные коллективы сформированы, и мы сейчас имеем уже подъем заболеваемости острыми респираторными заболеваниями. Это ежегодный подъем конец августа последняя неделя и две недели сентября, потому что начинают сформироваться организованные коллективы, дети съезжаются отовсюду. И, естественно, вирусы острых респираторных заболеваний очень быстро распространяются. А если говорить про вакцину, то сегодня мы, абсолютно сегодня, мы начали выдавать вакцину бесплатную для детского населения. Поэтому с завтрашнего дня детские поликлиники ждут всех наших детей для вакцинации. Чуть позже давайте об этом подробнее поговорим, естественно. Но вот для меня это, честно говоря, открытие, то, о чем вы говорите сейчас. Я даже немножко заволновался. Какие у вас прогнозы на этот сезон тогда по эпидемиологической обстановке? Ну, если говорить о нынешнем сезоне, вообще о текущем времени заболеваемости, она здорово не отличается от предыдущих лет. Хотя вот этот вот перепад резкой температуры, он все равно сказывается. И мы имеем рост заболеваемости по сравнению с прошлым годом. На этот период немножко превышаем эпидемический порог по заболеваемости. Но надеемся, что мы выровняемся. И где-то подъем все-таки, вот сезонный хороший подъем заболеваемости будет в октябре-ноябре. А как обычно сезон гриппа, по прогнозу наших экспертов, мы ожидаем где-то во второй половине декабря. Еще я узнал, что вы меняете штаммовый состав так называемой вакцины. И там я сейчас, конечно, не назову эти буквы и цифры, эти обозначения. Для чего это делается? Потому что наши организмы привыкают к тому, что мы ставим вакцину. То есть вот как здесь можно просто объяснить? То есть это не столько наши организмы, организмы человека, сколько сам вирус гриппа. Приспосабливается. Он приспосабливается, конечно. И ведь это не желание наших экспертов поменять штаммовый состав вакцины. Потому что, я всегда об этом говорю, ежегодно во всем мире проводится мониторинг за циркуляцией вирусов гриппа. В том числе и в городе Екатеринбурге мы являемся опорной базой этого мониторинга. И мы еженедельно по 25 проб отправляем на исследование. Берем это от больных людей, ОРЗА. И вот отслеживается, какие вирусы циркулируют. И на основании этого Всемирная организация здравоохранения, ее эксперты, выдают прогноз на следующий год. И согласно этого прогноза готовятся вакцины всеми производителями в наземном шаре. И вот немножко всегда, каждый год, почему мы говорим, что каждый год нужно перевиваться? Потому что каждый год меняются штаммы вирусов гриппа. Ну вот как раз Людмила Михайловна спрашивает, в чье производство вакцин будет в этом году в поликлиниках? Бесплатная вакцина будет только российского производства. Только российского производства. За деньги можно привиться импортной вакциной. Но я бы хотел отметить, что отечественная вакцина, она очень высокого качества. Сегодня уже на уровне, да? А сколько, если все-таки решат за деньги, сколько сегодня стоит вакцина? По-разному. От 500 до 1500 рублей. Александр Николаевич, традиционно есть категории людей, которые бесплатно прививаются, так называемые группы рисков. Но среди них есть, например, лица с хроническими заболеваниями и беременные. Ну вот тоже для меня, честно говоря, открытие. Может ли это добавить каких-то осложнений вот этим категориям людей? Ну вот как раз эта группа людей, особенно с хроническими заболеваниями, они в первую очередь должны вакцинироваться против гриппа. Потому что те люди, имеющие хронические заболевания, если заболевают непривитой человек гриппом, то как раз у него, кроме того, что у него появляется заболевание, допустим, дыхательная недостаточность, пневмония, как развитие гриппа, как заболевание, у него еще обостряются его хронические заболевания. Грипп этому способствует. И человек тяжело очень переносит само заболевание грипп, и у нас как раз ежегодно больные с хроническими заболеваниями погибают. И в прошедший сезон у нас как раз люди погибли с сахарным диабетом, с ожирением, потому что вирус гриппа любит таких людей. А то, что касается беременных, во всем мире беременных прививают против гриппа. И это нужно делать, потому что беременные – это вообще группа риска. И у нас они на особом учете в период подъема заболеваемости гриппом. Беременные в обязательном случае госпитализируются, если у них появляется какая-то симптоматика. Подстраховаться, понятно. Не могу не затронуть вот такой аспект в разговоре с вами. Как руководитель, вот у меня есть такие наблюдения, как только мы в коллективе принимали решение провести, ну, за счет работодателя, спасибо огромное, в вакцинацию, потом обязательно случался падеж такой, как мы шутили, массовый. То есть люди переставали выходить на работу, у них поднималась температура, и мы вот проживали такой не очень приятный период после такой вакцинации. Это закономерно? Это закономерно для нас с вами, как руководителей, потому что есть административный ресурс, которым руководитель пользуется. Но мы же хотим лучше, так сказать. Он установил срок, за три дня всем привиться, невзирая на то, как себя человек чувствует. То есть есть особенность при вакцинации гриппов. Человек должен быть практически здоров. У него не должно быть недомогания, у него не должно быть какого-то першения, там, насморка и так далее. Потому что если человек недомогает, у него есть признаки простуды. Ослаблен организм, да? Он, сделав прививку, у него все начинает обостряться. То есть иммунная система начинает сопротивляться. У ней уже есть вирус острого респираторного заболевания. Поэтому нужно следить за своим состоянием. И мы еще добавляем ему нагрузку на иммунную систему, и человек сопротивляется, а иммунная система сопротивляется. Поэтому вот этого делать нельзя. И поэтому должно быть обязательно осмотр врача перед прививкой. И человек, который решил сделать прививку, должен все рассказать врачу, что его беспокоит. Елена Владимировна интересуется тем, что формируются выездные бригады по гриппу. На улице тепло еще достаточно. Как в таком случае сохраняется холодовая сеть вакцин? Холодовая сеть вакцин. Холодовая цепь, так называемая. Вообще хранение вакцин – это очень серьезный процесс. Вакцины хранятся при определенной температуре, плюс 2, плюс 8 градусов. И при выезде, когда формируется выездная бригада, они обязательно выезжают с термоконтейнером, с хладоэлементами, в котором находится вакцина. Это обязательное условие. И здесь не нужно беспокоиться, потому что выездные бригады у нас работают уже много-много лет. И это, в общем-то, всегда работает неплохо. Александр Николаевич, много вопросов от зрителей в системе, что есть ли гарантия, вот вакцина – это гарантия, что вы не умрете. А, это главное. Это главное. Ну что ж, спасибо вам огромное, как говорится, здоровья и легкой вам прививочной кампании по вакцинации. Я напомню, что, да, спасибо у нас в гостях был главный врач Екатеринбургского центра медицинской профилактики Александр Харитонов. Спасибо, до новых встреч. Спасибо.